Как обезопасить себя и своих близких от преступлений и мошенничества, связанных с интернетом и мобильными технологиями? Эту тему обсудили за круглым столом представители заинтересованных министерств и ведомств в Якутске. Ведь стремительное развитие и появление в нашей жизни новых телекоммуникационных технологий, активное развитие цифрового и интернет-пространства порождают все новые виды преступлений. Тему продолжит наш корреспондент. Давайте, давайте, диктуйте. Мотофон, так терминал. Да, да. Кто на главной странице? Ну там, всякие операторы. Ну какие операторы? Ты не говори, что там написано. Я тебя проконсультирую, что нам нужно. Бдительный якутянин не дал себя обмануть. Предприниматель сразу догадался о том, что на него вышли заумышленники. Такого характера преступления совершаются изо дня в день. Сейчас для решения повседневных задач люди часто прибегают к мобильным приложениям. И каждый месяц увеличивается число преступлений, связанных с интернет-покупкой. По республике в основном работают из мест лишения свободы. У нас регион потерпевших. Основные жулики находятся за пределами республики, других регионов. 90% случаев происходит из-за неграмотности населения о схемах преступлений в этой сфере. Только за год один сотовый оператор фильтрует около миллиарда сообщений, которые могут привлечь к такому мошенничеству. Поэтому информационно-разъяснительную работу нужно начать со школы и с родителей. Цель мошенников в любом случае – это извлечение прибыли. То есть денежные. Нет никаких там, как это выражается, популистских освобождений. У них одна цель – извлечение прибыли, сбор информации о… либо поиск информации о нас, о физических лицах, и продажи, либо использование для извлечения какой-то прибыли. Особенно подвержены к угрозам дети, взрослые 40-50 лет и пожилые люди. Между тем, мошенничество постоянно развивается, придумывается все новые методы. В социальных сетях, в интернете, при использовании мобильных приложений нужно придерживаться безопасных сайтов, безопасных проверенных систем. При этом внимательно нужно смотреть, что это не были какие-то завуалированные мобильные приложения, а не какие-то завуалированные сайты, которые похожи на официальные. В борьбе с киберпреступлением вышел федеральный закон о безопасности и критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В полную силу он вступит с 1 января следующего года. И тогда все ключевые объекты инфраструктуры должны быть оснащены системами обнаружения и предотвращения киберпреступлений. А по итогам круглого стола решено объединить усилия всех заинтересованных ведомств, будет создан экспертный центр по информационной безопасности и разработан комплекс МЕРФ. Продолжение следует...